Восточная Латвия Восточная Латвия достаточно известная, но вот я здесь никогда не был. Поместье Унгур-Муйжа, расположенного около города, около озера. Унгуре, которое окружает это место. Это поместье по-своему уникально. Конечно, это контраст Рундальскому дворцу, хотя эти места были построены приблизительно в одно и то же время. Время правления Анны Иоанновны достаточно хорошо можно вспомнить, что у нас практически ни в Петербурге, ни в Москве не сохранилось построек. В Москве их практически нет, а вот в Петербурге сохранилось крайне мало. Здесь же постройки сохранились. И вот, как контраст огромному Рундальскому дворцу, сегодня я посетил очень малое камерное заведение. Сейчас оно по-английски называется манар. Здесь очень тоже популярно это слово. Поместье Унгур-Муйжа. Это поместье принадлежало очень знатному роду баронов-кампенхаузенов, которые владели им до Второй мировой войны. Потом бароны эмигрировали в Германию, где потомки проживают по сей день. А вот это поместье, к счастью, сохранилось и представляет собой уникальный, самый старый дом в Латвии, деревянный дом. Я очень давно это место знал, но толком не знал, где оно располагается. Мне почему-то казалось, что он находится где-то очень далеко и добраться трудно. Он на самом деле находится в километре от дороги, о которой я в свое время еще много-много раз здесь проезжал по юности, из города Цесиса. И вот приезжая в этот раз в Латвию, я задался целью посетить Унгур-Муйжу. Этот дом уникален не только тем, что он представляет собой старейшую деревянную постройку в республике, в которой уже без малого 300 лет, в которой, к счастью, обошли всевозможные катаклизмы, невзгоды. Но еще и потому, что здесь сохранилось внутреннее убранство. Во многих залах сохранились печи, сохранились расписные стены, в том числе с изображением пейзажей, солдат во мундировании XVIII века, что вообще совершенно уникально. Такого практически, наверное, нигде не увидишь. Это не просто художественный, даже исторический документ. Этот дом сохранился, и долгое время, до конца 80-х годов, здесь располагалась поселковая средняя школа. Школу высели и стали постепенно реставрировать. Хотя, когда здесь была школа, все это поместье поддерживалось реставрацией. Но особенно активно стали восстанавливать в 2000-е годы. Здесь был открыт музей, здесь открыта даже небольшая гостиница. Для чего, спрашивается, она здесь нужна? Дело в том, что здесь, в этом доме, проводятся концерты. Даже сегодня, сегодня суббота, конец февраля, да еще, вернее, середина февраля, здесь будут проводиться концерты. А летом постоянно, каждый выходной день проводятся концерты. Из современной, ну и, конечно же, классической, старинной музыки. И для гостей, которые сюда, при концерте, проводятся до глубокого вечера. И гости многие останавливаются здесь, в небольшой гостинице, в маленьких, уютных номерах. И, конечно, летом здесь, особенно в мае, под пением соловьев, в этой практически нетронутой природе, прогуляться необыкновенно приятно. Летом на этом балконе устраиваются музыканты. Здесь, на этой поляне устанавливаются ряды сидений для слушателей. И проводятся концерты даже на открытом воздухе. И вот еще, что интересно, этот дом, еще интересен тем, что он представляет собой образец деревянного барокко начала XVIII века. Вот Растрелевский, Рундальский дворец, конечно, это расцвет барокко. А это деревянный дворец. И таких вот деревянных памятников той эпохи, ну, я не знаю вообще, где еще можно припомнить, где они сохранились. Поэтому это просто действительно чудо, что такое место сохранилось здесь, в Центральной Латвии, на территории нынешнего Гауэйского национального парка, необыкновенного богатого шедеврами архитектуры, необыкновенными пейзажами, старинными городами. Вот один из таких объектов, который сейчас активно посещается туристами, является имение Онгурмуйжа.